Большинство россиян сочли недопустимыми шутки над историей страны. На вопрос социологов о допустимости шуток над национальными особенностями и традициями других народов более двух третей респондентов ответили, что считают такого рода шутки недопустимыми. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем. Это наш университет, наша аудитория и наш преподаватель. Язык ваш, друг мой. Какие приложения для обучения иностранцев и детей разработали в КФУ? Собственно, трудом и работой доказывал, что, возможно, достоин на ее присутствии. Наука и общество. Как казанский профессор стал лучшим юристом России? Нужно постоянным партнером в этом вопросе с точки зрения обеспечения кадров и научным сопровождением. Визиты гостей из Нидерландов, Республики Беларусь и Казахстана. В каких направлениях будет развиваться сотрудничество с КФУ? Как нетрадиционным методом эффективно и быстро обучить русскому языку иностранцев или детей? Решением этой проблемы занялись ученые и инженеры Казанского федерального университета. Они в рамках гранта Министерства просвещения России создали три обучающих мобильных приложения. Уникальность этих сервисов – отработка произносительных навыков русского языка. Приложения разработаны так, чтобы максимально помочь иностранцу в освоении русской речи. В этом и заключалась сложность самой разработки. На рынке мобильных приложений большое количество программ для изучения языков. Но сервиса, который позволяет правильно освоить именно произношение, до этого не было. Работу над приложением вели сотрудники сразу нескольких институтов и факультета. В КФУ давно разработаны методики преподавания русского языка как иностранного. Отличие этого проекта в том, что разработка велась комплексно. Она объединила последние научные изыскания в области лингвистики и новейшие цифровые формы воплощения. Как работают приложения и какую лепту внесли в нее филологи и программисты, выяснила Эльвина Минабудинова. Так, в привычном традиционном формате внутриучебная аудитория проходит обучение иностранных студентов русскому языку. Однако, кто бы мог подумать, что современные цифровые технологии дойдут до того, что появится возможность совершенствовать знание языка не над страницами учебника, а прямо из своего телефона. Приложение для изучения русского языка иностранцами. Новый проект создан триумвариатом институтов Казанского федерального университета. Три обучающих мобильных платформ по изучению русского языка для иностранных студентов и детей дошкольного возраста. Первый имеет название «Студерус». Оно создано для обработки произносительных навыков речи иностранными студентами. Приложение способное распознать ошибки и правильность произношения. Оно необходимо для языковой адаптации студента. Второй имеет название «Студерус Гейм» – игровое приложение для интерактивного обучения аудированию иностранных обучающихся. В нем студенты учатся составлять из букв слова и слов предложения. Его основная цель – помочь освоить русскую речь на слух. Третий сервис – школа СовКФУ. Это приложение для детей. Оно обучает чтению и правильному произношению букв, слогов, слов и разговорной речи. К, Л, М, Н, О, П. Проблемным вопросом для иностранных учащихся является аудирование. Потому что на очных занятиях с преподавателем, конечно, больше возможности услышать русскую речь. Когда они находятся здесь, в России, они слышат русскую речь повсюду. А когда обучение ведется в дистанционном формате, у них очень мало возможностей пообщаться с русскими людьми, вступить с ними в коммуникацию. И развитие навыков аудирования становится очень важным. Поэтому нам пришла в голову такая идея – разработки мобильного приложения для развития навыков аудирования. Сейчас обучение с использованием цифровых технологий далеко не новшество, а вовсе бытовая вещь. И преподавательский состав, и студенты давно приноровились к дистанционному формату. В связи с внедрением в образовательную среду новых технологий появляется потребность создать удобные платформы для обучения с помощью гаджетов. Мы с вами уже точно можем сказать, что 2020 год стал революционным для всего образования. Не только для методики преподания русского языка, как иностранного, но и для преподавания любых дисциплин. И поэтому сегодня, когда мы говорим об обучении иностранцев русскому языку, мы говорим в первую очередь о возможности создания для них языковой среды на русском языке. То есть то, чего они лишены при дистанционном обучении. Это Граир Лесь. Приехал в Россию из Иордании месяц назад. Его родным языком является арабский. Русский изучают уже на протяжении четырех месяцев. Сейчас он учится на подготовительном факультете КФУ. Его цель – успешно сдать экзамены и поступить на стоматолога. Граир начинал изучать русский с помощью просмотра фильмов и прослушивания музыки. Он отмечает, что его коммуникативные навыки улучшились переездом в Россию. Сначала мы учились онлайн. Было очень трудно. Потому что ты сидишь онлайн, смотришь классы, но ты не участвуешь как в классе. Ну, как приехали здесь, почувствовалось, да, стало лучше. Национальные особенности студентов также учитывались при разработке приложений. Любой преподаватель русского языка, как иностранного, знает проблемные места студентов из определенных стран. Например, то, что испаноговорящим сложнее всего произносить буквы «Б» и «П», а китайцам – букву «Р». В разработке приложений старались уделить большое внимание специфике разговорной речи. Платформа позволяет проработать то, что получается хуже всего, и оценить свой успех на данный момент. Это наш университет, наша аудитория и наш преподаватель. Анджун Хванд приехал из Южной Кореи. Изучает русский язык на протяжении трех месяцев. Эль Хамар Абдельбассет родом из Марокко. Изучает русский два месяца. Студенты уже успели воспользоваться приложениями и отметили его эффективность. Если я использую это приложение, я думаю, очень нетрудно, очень интересно, полезно. Это приложение помогает студентам. Это очень интересное приложение. Оно поможет нам не только попрактиковаться в языке, но и выучить его. Удобно и увлекательно. Именно так можно описать обучение на данных платформах. В приложении доступно несколько уровней сложности. Так можно выбрать уровень прослушать диктора, выполнить задание и увеличить прогресс в освоении русского языка. Прогресс записывается в дневнике успеваемости. Приложения комфортны в использовании и позволяют сделать процесс получения знания в разы интересней и эффективней. Ориентированные на элементарные знания языка, они не оснащены большими кусками текста. Там очень много графики, там очень много изображений. Что помогает иностранцам хорошо в нем ориентироваться и постепенно изучать язык. Работу над созданием приложений можно четко разделить на два блока, где Институт вычислительной математики и информационных технологий занимается технической разработкой. А подготовительные факультеты Институт филологии и межкультурной коммуникации создавали образовательный контент. Казанский федеральный университет является одним из ведущих университетов страны. Естественно, поток иностранных студентов непосредственно в наш институт. Институт филологии и межкультурной коммуникации увеличивается с каждым годом. И основная проблема, конечно, это большое количество студентов. Но качество от этого не должно страдать. И, конечно, в данной ситуации выручает создание всевозможных мультимедийных проектов, в том числе и каких-то образовательных платформ и каких-то приложений, которые помогают решить эти проблемы. Уникальность приложений состоит в использовании так называемого «движка». Он направлен не только на распознавание речи, а на оценку правильности и корректности произношения. Апробацию приложений проводит отдел тестировщиков. Они проверяют на удовлетворение техническим требованиям. А уже внутри подготовительного факультета Института филологии организовывают установку приложения студентам для получения первых отзывов. У нас достаточно большая опытная команда у программистов. То есть все было четко структурировано, спланировано. Каких-либо больших сложностей не возникало в разработке. Но, пожалуй, самая сложная задача – это написание этого движка, его внедрение на платформу iOS. Потому что математики, естественно, разрабатывают движок абстрактно на математических языках. А программистам необходимо к себе на каждую платформу его переносить. То есть движок, он, конечно, кроссплатформенный, но дорабатывать его под iOS, под Android – это отдельная задача. Технической частью разработки занимались ведущие инженеры, программисты, студенты и лаборанты. Сейчас приложения бесплатны и доступны в тестовом режиме в App Store. Выход расширенных версий продуктов на массовый рынок планируется в 2022 году. Помимо этого, на платформе веб также имеется система Studerus. Эта система позволит иностранным студентам изучать в приложении не только русский язык, но и другие предметы. Сейчас приложение выведено в тестовый режим для апробации. Эльвина Минобудинова, Радмир Софиуленков. У итоги недели. Ассоциация юристов России назвала победителей премии «Юрист года». В России это уже 13-я по счету церемония награждения. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило лишь 80 человек. Лучшего профессионала эксперты выбирают в пяти основных номинациях. В этом году одно из них правовое просвещение удостоен профессор Казанского федерального университета, заместитель декана по научной деятельности юридического факультета Дамир Валеев. С ним мы и поговорим о значении премии научной и общественной деятельности, а также о том, как развивается гражданское общество в России. Здравствуйте, Дамир Хамитович. Здравствуйте. Поздравляем вас с получением награды. И первый вопрос касается как раз-таки премии. Расскажите, как проходил процесс выдвижения вас в качестве претендента, или, может быть, это была подача заявки? Ну, вообще, высшая юридическая премия, юридическая премия «Юрист года», она вручается Ассоциацией юристов России и обсуждается правлением ассоциацией. Инициативного порядка выдвижения на эту премию не существует. То есть любой из членов правления может предложить свою кандидатуру для того, чтобы человек был, собственно говоря, номинирован на эту премию. И поэтому я, собственно говоря, никаких действий непосредственных по своему продвижению не предпринимал, кроме как, собственно говоря, собственным трудом и работой доказывал, что, возможно, достоин на ее присуждение. Вы стали победителем номинации «Правовое просвещение». Расскажите, какие критерии были при определении победителя? Еще раз повторюсь, эта премия присуждается Ассоциацией юристов. Их, собственно говоря, относительно критериев, ну, наверное, можно посмотреть, они где-то наверняка опубликованы. Но я так понимаю, что та деятельность, которой я занимаюсь в последние годы, те достаточно серьезные крупные научные проекты, которыми я занимался, в стенах, собственно говоря, и Казанского университета, наверное, вот, собственно, за них и я был номинирован на эту премию. В области просвещения, на самом деле, стоит очень серьезная задача в нашей стране. Это популяризация, в том числе, правых знаний. Это вопрос, так сказать, дальнейшей ликвидации правового нигилизма. И также, в том числе, очень многие исторические аспекты, которые в области права тоже существуют. Некоторые такие вещи, как историческая память великих людей, в том числе работающих в стенах Казанского университета. Вот мы занимались последние несколько лет, в частности, творчеством такого очень известного российского правоведа, основоположника гражданского права, Дмитрия Ивановича Мэйера. Он работал 200 лет назад в Казанском университете и являлся основоположником не только гражданского права, он был, собственно говоря, человеком, который предложил концепцию юридических клиник, бесплатное оказание юридической помощи. Правда, в России, в советское время, в том числе и в российский период, не так востребовано, может быть, этот институт был. Но, например, американское право, англосаксонская система, она идею Мэйера восприняла и, в общем-то, разговаривая с коллегами из-за океана, в частности, они с удивлением узнают, что, собственно говоря, сама идея-то, она российская, да, еще с Российской империей. Они считают, что это их достижение, их изобретение. Конечно же, помимо Мэйера, было ряд других очень серьезных просветительских проектов. Мы, в частности, реализуем очень серьезный издательский проект в Казани, в Казанском университете. Это всероссийский юридический журнал «Вестник гражданского процесса», которому в этом году исполнилось 10 лет. И, возможно, этот факт также сыграл роль в том, что Ассоциация юристов России решила меня отметить именно в этой области. — Вот вы уже сказали про правовой нигилизм. Скажите, по вашему мнению, правовое просвещение, для чего оно именно сейчас нужно? Почему именно в наше время оно стало настолько актуальным, в первую очередь, не только для людей, которые получают юридическое образование, а вообще для всего общества? — Ну, я думаю, что ответ лежит на поверхности, потому что право, на самом деле, как бы мы ни хотели, оно пронизывает практически все аспекты нашей жизни. Начиная от того, что мы там заходим в автобус, покупаем билеты, едем на работу, заканчивая тем, что могут быть более серьезные какие-то юридические вопросы, тонкие, более сложные. Наша жизнь связана с правом, и, как говорили классики, марксизм и ленинизм, да, право — это надстройка, и без этого никуда не денешься, на самом деле. — Вы являетесь руководителем общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, также вы уже упомянули о руководстве в качестве редактора в одном из журналов, хотя их всего два, по моей информации. Как вы все успеваете? — Ну, на самом деле, основное место моей работы — это Казанский федеральный университет. Все, что вы перечислили, — это дополнение. Вот, ну, как успеваю? Собственно говоря, нужно еще и лекции читать, вот, нужно еще осуществить некое общее руководство научной деятельности факультетом. Вот, ну, с судебным приставом я связан, на самом деле, достаточно давно, потому что у меня и кандидатская, и докторская диссертация были посвящены сфере принудительного исполнения. Поэтому, когда Рустам Ильясович пригласил меня, это главный судебный пристав, возглавить общественный совет, ну, в общем-то, не было никаких сомнений, что нужно теперь уже и службе помогать в работе. Там, на самом деле, осуществляется прием населения, прием граждан, и в нашу общественную приемную могут написать любые взыскатели, любые должники, что и происходит на самом деле. Вот, поэтому это, на самом деле, просто дополнение. Это та сфера жизни моей, моей деятельности, которая является моим общественным долгом. Вот вы уже сказали о научной юридической школе. Вообще, Казанская школа, у нее богатый опыт, ей больше 200 лет. Как современные преподаватели, ученые, юристы развивают именно науку? Ну, могу сказать, что Казанская юридическая школа, конечно, имеет очень давние традиции, и те выпускники, которые у нас когда-то работали, на самом деле становились серьезными государственными деятелями. Но есть среди нас и очень серьезные ученые. Я могу назвать буквально несколько фамилий. Это Илья Юруна Хабриева, директор Института законодательства сравнительного праведения при правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член Венецианской комиссии. Это Валерий Васильевич Лазарев, доктор юридических наук, профессор. Сейчас он работает также в городе Москве. Это просто величайший наш современник, теоретик права. Многие-многие другие люди на самом деле составляют славу Казанской юридической науке, не работая в стенах университета. Но те люди, которые составляет в данный момент коллектив наш, тоже очень известные на самом деле люди. И вот по телевидению в последнее время довольно часто обсуждается вопрос об изменениях Конституции Российской Федерации. И вот я знаю, что мой учитель, заведующий кафедры организационного права Евгений Батырович Султанов является постоянным экспертом в различных, в том числе, телевизионных передачах. Но это по праву, потому что он действительно очень известный ученый в области конституционного права. И он был одним из немногих ученых, не чиновников, который участвовал в этой президентской комиссии по совершенствованию положения Конституции нашей страны. Также и в других областях у нас есть замечательные коллеги и в области международного права, и в области уголовного права. Те, кто на самом деле в данный момент составляет костяк и основу Казанской юридической школы. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. О том, как студент из Ирака обрел в России свой второй дом и стал волонтером. Об этом далее в программе. Также вы узнаете. Нужно постоянных партнеров в этом вопросе с точки зрения обеспечения кадрами и научным сопровождением. Визиты гостей из Нидерландов, Республики Беларусь и Казахстана. В каких направлениях будет развиваться сотрудничество с КФУ? Посвящение его императорскому величеству Александру Первому самодержавству всероссийскому. Ум, честь и совесть. На какую высоту поднял Карамзин историю России и почему он стал реформатором русского языка? Студенты Казанского университета вышли в полуфинал международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, которое весной состоится в Санкт-Петербурге. Полуфиналистами стали шесть представителей нашего вуза. Это две команды КФУ. В их составе студенты Института вычислительной математики и информационных технологий, Института математики и механики имени Лобачевского и Института информационных технологий и информационных систем. Среди них есть и первокурсники, и представители магистратуры. Сейчас ребята ведут подготовку в Олимпиадном центре по программированию КФУ. Студенты Казанского университета – неоднократные призеры подобных чемпионатов. Так, в этом году команда университета достойно защитила честь России в финале международного чемпионата по спортивному программированию. О других событиях из жизни вуза и республики далее в дайджесте. На этой неделе КФУ посетил генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков. На встрече с Лишатом Гафоровым он подчеркнул, что одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере нефтедобычи и нефтехимии. Сейчас в КФУ обучается порядка 570 граждан Казахстана. Вуз реализует сотрудничество с 28 научно-образовательными центрами республики. Нужно будет создавать центры по исследованию в области машиностроения. То есть какие-то узлы агрегаты будут пакализоваться на территории Казахстана. Нужно постоянным партнером в этом вопросе с точки зрения обеспечения кадрами и научным сопровождением этого проекта. Эти проекты с КАМАЗом мы сейчас в двух регионах. Прежде всего это Казахстан и в Узбекистане тоже сборка есть от КАМАЗов и сервисные центры КАМАЗа есть. По количеству ваших институтов я готов, скажем, из них расширить, скажем, сотрудничество и готов, так скажем, участвовать в этих мероприятиях. В частности, для меня тоже приятно, что есть определенный, с кем я общался, с ректорами, что есть определенная оценка в адрес Казахстана, что, так скажем, качество соответствует тому стандарту, который вы даете в ваших вузах. Совместные исследования и учебные программы в области физики, астрономии, химии, материаловедения, медицины, экологии и природопользования, инженерного дела и дизайна. Об этом говорили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. Делегация из Минска посетила КФУ. Сегодня БГУ имеет порядка 450 международных соглашений, подписанных с университетами и научными институтами более чем из 60 стран мира. Также на неделе Казанский федеральный университет посетила делегация посольства Королевства Нидерландов. За последние 4 года сотрудники КФУ совместно с коллегами из научно-образовательных центров Европейского государства опубликовали 125 научных работ. По словам гостей, нидерландские ученые особенно интересуются совместными исследованиями по астрономии, здоровью и медицине, а также химии. Эта визит мне очень понравилась. Конечно, это задание, это очень историческое задание, и я никогда не был раньше, поэтому, да, мне кажется, очень интересно и очень понравилось. Карьера студентов и выпускников, трудоустройство молодежи и содействие занятости. Об этом говорили на всей российской конференции по трудоустройству студентов и выпускников российских вузов. Она прошла в КФО. В рамках конференции состоялись панельные дискуссии. Госструктура как работодатель, рекрутинговые и консалтинговые агентства как аналитики и посредники при трудоустройстве. Также в рамках конференции прошли секции и круглые ставы на темы трудоустройства иностранных обучающихся и выпускников с инклюзией и новым вызовом в области трудоустройства молодежи. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителями компании «Данафлекс». В ней приняли участие учредитель Айрат Баширов, генеральный директор «Данафлекснана» Айдар Сафин и директор компании по инновациям Максим Вережников. Гости представили три проекта. Ильшат Гафуров предложил создать рабочие группы по каждому из них для более детальной проработки дорожной карты эффективного сотрудничества. В рамках года родных языков и народного единства в Татарстане в Казанском федеральном университете прошел галлоконцерт молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние». Свои номера представили школьники и студенты регионов Приволжского округа. Они продемонстрировали свои возможности в вокальном, инструментальном исполнении, хореографическом, театральном искусстве, художественном слове и театре моды. «Были присланы работы из Башкирии, из Чувашии, из Мордовии, далее из Нижегородской области, из Мариэл, но даже в этом году были работы из Узбекистана». 74% россиян считают главным источником фейков интернет. При этом эту роль респондента отвели в большинстве случаев онлайн-СМИ, социальные сети и мессенджеры лишь на третьем месте. А друзей, родственников и знакомых в качестве источников недостоверной информации не называет почти никто. Таковы данные опроса проведенного некоммерческой организацией «Диалог» и региональным общественным центром интернет-технологий. Опрошенные чаще всего встречаются фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами. Опасны фейки, по мнению респондентов, тем, что дезориентируют граждан, их не умеют отличать от правды, и они создают панику. А какие события привлекали внимание на неделе в интернете и социальных сетях, расскажет мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Действительно, наряду с традиционными формами подведения итогов очередного года, типа составления рейтингов и топов самых-самых в своем деле, оглашению процентов успехов и неудач, выявлению несбывшихся надежд и еще греющих душу ожиданий, в новогоднюю повестку все активнее внедряется и итоговый показатель по числу гуляющих в прошедшие 365 дней фейков. Озвученный сейчас салаватом опрос, думаю, что из разряда таких. Опрос, как я вижу, явно несет в себе все изъяны современной социологии. Но в самом деле, как объяснить, что некие россияне определяют, главным источником в 21-м году фейков онлайн-СМИ. И лишь на третье место ставят социальные сети и мессенджеры. Только одним. Те, кого опрашивали, не видят принципиально большой разницы между средствами массовой информации и соцсетями. А социологи должны были это предвидеть. А еще, конечно, тем, что и средства массовой информации стараются ронять свою репутацию, бесконечно тупо переписывая у себя сообщения в соцсетях. Да и тематика фейковых тревог у опрошенных респондентов несколько странной оказалась. В приоритете, обратите внимание, боязнь политических фейков. Вот их-то как раз в средствах массовой информации много, но, что называется, не критично. Выходит, что аудитория, выборка для опроса была явно смещена. Ну, а тот факт, что сами себя, как источников фейков, респонденты не видят и вовсе, удивляет. А авторы соцсетей-то кто? Это мы сами, наши друзья, близкие, родственники и есть. Словом, странный опрос – это странный результат. Но сам факт высокой тревоги в обществе в связи с разгулом фейков очевиден. Интересный свой топ-3 фейков года предложили киберволонтеры общественной палаты, санитары интернет-пространства. Они опирались не на опросы, а на более объективный метод, я так понимаю, контент-анализа. И вот что у них получилось. Всего на просторах интернета за уходящий год выявлено 90 тысяч фейков. 28 тысяч 100 посвящены вакцинации. Это фейковые сообщения о насильственной вакцинации, составе вакцины, химических атаках, химтрейлах самолетов. Есть фейки о вакцинации детей и целый блок фейков о смерти после вакцинации. Вторая тема года, вызвавшая в нашей стране волну фейков – выборы. Таковых выявлено 19 тысяч 800. Ну, тут все понятно. Власти скрывают. Брат знакомого сотрудника Уика со ссылкой на сестру жена его друга рассказал, что результаты электронного голосования подменили рептилоиды. И замыкает топ-3 тема, собственно, коронавируса. 13 тысяч ложных информационных вброса. На эту тему выявили исследователи. Здесь фейки про локдаун, ограничительные меры в регионах, бесконечные волны и штаммы, проблемы в больницах и в системе здравоохранения. Известный журналист Александр Коц, комментируя эти данные, обратил особое внимание на фейках про химтрейлы. Цитирую. Кстати, о химтрейлах я впервые узнал пару дней назад. Оказывается, огромное количество антиваксеров считает, что инверсионный след в небе, по которому мы с детства привыкли опознавать летящий самолет, это распыление неких химических веществ. С их помощью мировое правительство хочет якобы поработить человечество. Один из инструментов наравне с вакцинацией 5G. Смешно. Конечно, смешно, пока у кого-то не начнет протекать крыша, и он не идет убивать сподвижников мирового заговора. Но я бы обратил внимание, как того больше требует и более образовательная направленность нашей программы, на тот факт, что такие безумные теории рождаются исключительно в головах людей, изначально не отягощенных знаниями. Но если ты в принципе никогда не учил физику, то что тебе дано знать об инверсионном следе в небе? Заметили, что огромное число фейков исходило в уходящем году от деятелей как бы культуры, которые решили, что неожиданное озарение подарило им несметные знания в области медицины, химии, физики, биологии. Это ведь тоже проблема. Социальные сети дали возможность всем публично высказываться о чем угодно. И если на кухне дома разговоры наши о ценностях системы Станиславского никого больше не волновали, и вся наша серость большой культуры оставалась, к примеру, в периметре кухонного стола, равно как и беседы технарей о том, как надо играть пьесы Шекспира или исполнять теорию Ленского, то отныне попытки даже образованных людей залезть публично не в свою профессиональную тему порождают массу проблем. Ведь им, как образованным людям, многие верят. И даже представить не могут, что они несут ахинею или откровенно лгут. Я про то, что старая истина о том, что каждый должен заниматься своим делом, несколько девальвированной в эпоху соцсетей, никак не потеряла свою актуальность. Но очень настораживает, что в стане фейкометателей все чаще стали играть заметную роль в школе. Школа. Здесь и непонятно кем и зачем написанные и допущенные к преподаванию учебники, и новое поколение учителей, что выросли сами уже на мессенджерах и интернет-вольностях, снижающих как общий уровень знаний, искажающих действительность, так и опускающих порог допустимого и приличного. Вот как объяснить появление на этой неделе такой информации? Родители учеников столичной школы 293 имени Твардовского возмутились с формулировкой текстов ответов к одному из вопросов викторины об обороне Москвы в 1941 году. В частности, на вопрос, за что накладывали штраф на жителей Москвы в вечернее время осенью 1941 года, в качестве ответа ребенку предлагалось выбрать один из четырех вариантов. А. За прогулки под луной. Б. За выход на улицу без собаки. В. За любой незакрытый источник света из квартиры. И. Г. За посещение общественного места без маски и перчаток. Для поколения учителей эпохи соцсетей это прикольно и смешно. Ну, так надо полагать. Для детей с их неокрепшими никак знаниями это фейк. Это маркер, который они зафиксируют и станут уверенно далее связывать с этим маркером трагедию Великой Отечественной. Связывать с надоевшими перчатками и масками. И запретами гулять под луной. Путь к большому фейкомету ученикам школы имени Твардовского, имя которой носит школа, как издевательство над содержанием прямо, открыт фактически. И сделали это уже не соцсети, а учителя поколения соцсетей. И вновь возвращаемся к опросу, с которым вы начали наш разговор. Помните, никто не хотел признавать в источниках фейков себя и своих близких. Между тем, реальность такова. Много из лжи в нашей жизни ходит и даже поучает нас совсем рядом. И средства массовой информации далеко не главные источники той трагедии тотального господства обмана и фейков. Всем доброго. Студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Хусейн Амар Сафулдин. Хусейн завоевал спецприз первого всероссийского конкурса «Студент года медики». В двух этапах конкурса приняли участие свыше тысячи студентов-медиков. Одним из лучших стал студент Казанского университета. Об этом мы рассказывали в нашей прошлой программе, а на этот раз встречаемся с ним в нашей струде. Здравствуйте, Амар. Здравствуйте, Слаат. Поздравляем вас с победой и расскажите, как проходил конкурс. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку. Хочу сказать спасибо весь университет, потому что всегда они были со мной. И могу сказать, что каждую минуту, каждый час, каждый этап конкурс был непростой. Это, в первую очередь, далеко Ханты-Мансийске, хотя бы я еще дальше был в России, был в Якутии, был в Республике Крым. Сначала было открыто, потом маленькое объяснение, что будет у нас завтра, что нас ожидает, различных этапов. Потом самопрезентация, потом лаборатория, деловая игра, социальная задача тоже была. И так старался, все вот этот период, старался стать лучшим. Хотел бы стать самым лучшим, но что-то немножко не хватило. Но все равно я стал одним из самых лучших. И для меня это хороший результат. Я этим горжусь. Расскажите про себя, какая ваша специализация, почему именно Эй-Ей решили посвятить жизнь? Это моя специализация, это напрямую связано с медициной. Я сам будущий врач. И, скорее всего, это будут хирурги. Хирургия почему? Потому что к хирургам обращаются, это самый последний этап после всей медицинской процедуры. Это может быть лечение. Поэтому остается надежда больного или человека, это хирургам. И хирургам он должен быть и добрым, и сильным, и умным. А вот вы выраженец Ирака. Скажите, почему решили получать образование в России, в Казанском федеральном университете? Если честно, были много вариантов, были много выборов. Но я связывался с друзьями. И они в Франции были, и один из них в США, и в Грузии. И сказали, самый лучший вариант – это Россия. И почему? Россия, наверное, это самый яркий пример в мире, где можно спокойно жить. Почему? Потому что это многонациональная страна. И в этом, я думаю, есть как не судиспех, а плечевой момент, почему я выбрал Россию. И не жалил об этом, потому что реально, действительно, именно здесь, в России, я мог показать себя, особенно здесь, в нашем прекрасном вузе, я мог показывать себя. Тем более, что у нас огромная возможность для молодожи. Любые проекты, любые идеи. Просто есть у тебя какие-то планы. Давай, действуй, делай, мы тебя поддерживаем. И я думаю, эти причины, они стали поводом для того, чтобы выбрать именно Россию и Казаневский федеральный университет для получения образования. Вот вы помимо научной и студенческой жизни занимаетесь добровольческой деятельностью, являетесь волонтером ОНФ, работали в зоне чрезвычайных ситуаций даже. Сейчас трудитесь в красной зоне республиканской клинической больницы. Такая очень активная гражданская позиция. С чем она связана? Сходясь, еще раз говорю, с моей профессией. Как я всегда говорю, я не случайно попал в медицинский, я человек сознательно выбрал эту профессию. И знаю, узнал, куда я хочу, куда, как сказать, я стремлюсь. И когда началось пандемия, я знаю, что нужна в больнице, какая поддержка. И исходя из этого, и плюсики этому я говорю, что в России есть такая масштабная акция, была акция «Мы вместо», волонтерский штаб. И это, именно я это использовал, дал мне возможность именно стоять и показывать себя, типа я медик не просто словами, но еще действую. Волонтерство, статус доброволец, это одно из главных качеств любого будущего врача. Он должен быть как доброволец, как волонтер. Почему? Потому что его работа, она связана с... Ну, она человеческая работа, по-другому никак не могу объяснить, поэтому и для меня... Я не думаю, что я хорошо это сделал. Нет. Я всегда говорю, я это должен был делать, и сейчас, что я делаю, я это должен. Сходя из моей профессии, ситуации, с пандемией, я не мог сидеть дома. Расскажите, какая история из вашей добровольческой деятельности вам запомнилась больше всего? Историй много. Историй много. Для меня самая такая история яркая, это когда вот как раз в красной зоне там была пожилые люди, я их назову как папушка, вот, 85 лет, я всегда ходил к ней, с ней занимался реабилитацией. После ковида они нуждаются, они страдают в том, что миссис лежат, и у них происходит так называемая атрофия мышечной ткани. И они нуждаются в реабилитации, особенно сразу после острого воспалительного процесса. И она начала, она первые два дня меня называла Амар, Амар, а на третий, на четвертый, и дальше сынок. Ты где? Я тебя ждала, я тебя жду. Я думаю, такие слова, и это еще благодарность, и я думаю, такие слова, они очень сильно трогают. Они, потому что все, что я делаю, это снутри, и ты тоже получаешь то же самое. Это эмоции, это благодарность, это результат твоей работы, они тоже снутри, они искренны. Вот, я думаю, это история, это бабушка, их много, конечно. И в Республике Саха и Юкуте были такие много историй, но красная зона – это самая яркая, можно сказать, история. Такая трогательная история, ну и разрешите последний вопрос. Все-таки в будущем вы планируете стать практикующим врачом, либо развиваться все больше по линии науки? Вы знаете, что, я думаю, стать практическим врачом – это ближе ко мне, но также одновременно не будет ни в каком случае мешать в том, что я должен знать и уметь современные навыки, потому что без навыка я не могу стать хорошим врачом, что без стать хорошим врачом я должен быть уметь, уметь и знать, и познакомиться с навыкой. Это как, они очень друг к другу связаны, поэтому, я думаю, друг к другу не мешает, но ближе ко мне это практически врач. Высочайший нравственный авторитет. Так еще при жизни относились к русскому писателю, крупнейшему литератору эпохи сентиментализма, журналисту, историку, реформатору русского языка Николаю Карамзино. Но более всего Карамзин известен написанием истории государства российского. Труд начинался с древнейших времен и первых упоминаний о славянах. Карамзин успел довести историю до смутного времени. Это 12 томов текста, в которых были опубликованы и проанализированы исторические источники, сочинения европейских и отечественных авторов. Он заботился и о красоте языка, когда писал свою книгу. Именно Карамзин открыл историю России для широкой образованной публики. История государства российского переиздавалась неоднократно и пользуется заслуженным интересом и сегодня. В канун Дня Конституции России об авторе поистине великого исторического труда российского государства в рубрике Ильи Андреева. Где нет любви, там нет и души. Так сказал русский писатель Николай Михайлович Карамзин. 12 декабря мы отмечаем 255 лет со дня его рождения. Карамзин родился 12 декабря 1766 года в селе Михайловка, Сибирской губернии. Вырос в деревне отца, потомственного дворянина. Род Карамзиных имеет тюркские корни и происходит от татарского аристократического сословия Карамурзы. О детстве писателя известно немного. 12 лет его отправляют в Москву, где молодой человек получает первое образование, изучает немецкий и французский языки. В 1783 году по настоянию отца Карамзин поступает на службу в Петербургский гвардейский полк. Но вскоре выходит в отставку и уезжает в родной Симбирск. В Симбирске происходит важное для молодого Карамзина событие. Он вступает в масонскую ложу золотого венца. Это решение сыграет свою роль чуть позже. Тогда Карамзин вернется в Москву и сойдется со старым знакомым их дома, масоном Иваном Тургеневым. Четыре года, проведенных им в обществе московских масонов, оказали значительное влияние на развитие его творчества. Карамзин в то время много читает. Популярных тогда Руссо, Стерна, Гердер, Шекспира начинает переводить. В 1789 году следует разрыв с масонами, и Карамзин направляется путешествовать по Европе. Он объехал Германию, Швейцарию, Францию и Англию, останавливаясь преимущественно в больших городах, центрах европейского просвещения. Николай Карамзин посещает Ивенуилу Канта. В Кёнигсберге становится свидетелем Великой Французской революции в Париже. Именно по результатам этой поездки он пишет знаменитые письма русского путешественника. Эти очерки в жанре документальной прозы быстро обрели популярность у читателя и сделали Николая Карамзина известным и модным литератором. Тогда же в Москве из-под пера литератора появляется на свет повесть «Бедная Лиза», признанный образец русской сентиментальной литературы. Многие специалисты по литературе ведения считают, что именно с этих первых книг начинается современная русская литература. Мы решили показать сочинение Николая Карамзина «Похвальное слово Екатерине II». Это выходит издание «Задволение московской цензуры» в университетской типографии в 1802 году. Посвящение его императорскому величеству Александру I самодержавству сироссийскому. На протяжении всего издания мы можем встретить авторские комментарии Николая Карамзина. Полный перечень этих заметок составил сотрудник отдела рукописей редких книг Наталья Вячеславовна Ермолаева. В следующем году ей исполняется 89 лет. Но и здесь Николай Карамзин очень часто обращается к Федору Федоровичу Любе. Мы задались вопросом и узнали, что это один из издателей. «Похвальное слово» — это первое историческое сочинение, одновременно политический трактат Николая Михайловича Карамзина. В нем русский мыслитель представил свою монархическую программу и оформил легенду о либеральной Екатерине II. Она, по мнению Карамзина, достигла многого. Очистила самодержавие от примесов тиранства, не вмешивалась в войны, бесполезные для России, возвысила нравственную цену человека, добилась того, чтобы Россия с честью и славой занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Важно, что среди завуалированных похвалой великой бабушки на подстве новому императору Николаю Михайловичу писал о сугубой ценности развития образования. Карамзин был целиком человеком своей эпохи. Утверждение в нем монархических взглядов к концу жизни сблизило писателя семью Александра I. Последние годы он провел рядом с ним, проживая в Царском селе. Смерть Александра I в ноябре 1825 года и последующие события восстания на Сенатской площади стали настоящим ударом для писателя. Одна из важнейших заслуг Карамзина – обогащение литературного языка новыми словами. Благотворительность, влюбленность, вольнодумство, достопримечательность, ответственность, подозрительность, утонченность, первоклассный, человечный, тротуар, кучер, впечатление и влияние, трогательный и занимательный. Именно он ввел в обиход слова промышленность, сосредоточить, моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, катастрофа, будущность и другие. Российский историк Николай Михайлович Карамзин сказал, в одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех бедствий человечества. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Хафиз Гараев, КФУ, итоги недели. Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество, был уверен Николай Карамзин. А нравственное в чести, памяти, духовной силе и в будущем поколении россиян. Поздравляем вас с Днем Российской Конституции. России есть чем гордиться. И каждый из нас может внести достойный вклад в развитие и страны, и региона. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова